Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Гэм Уэз Мэн. Сегодня у нас понедельник! 23 число. Сегодня, наверное, в Москве Пенни запакуют и отправят. Ну не Пенни называется. Фирма не Пенни. Ну да, да. Ну фирма не Пенни, но я говорю, в простонародье все равно все понимают, о чем я имею в виду, когда говорю. Одеваю старые кеды, потому что на улице мокро, грязно, но они у меня вообще вот такие. Новые стоят. Вчера в новых вечером ходил, но поскольку сейчас мы едем отдавать машину на тонировку, то... Потом иди пешком далеко. Очень. Ну так. Ну они далеко, но мы идем через парк. Ладно, Миша пошел узнавать. Вот в простом, при простом гараже капитальным. Сейчас будет у нас тонировать. Вообще, на самом деле, папа здесь тонировал. Не знаю, как он вообще это место нашел, потому что это как бы, как бы мы здесь не ходим и не ездим. Вот. Ну и мы нормально все сделали, поэтому решили и сделать тоже. Все-таки скоро лето. Все, машину оставили, все оставили, ключи оставили, машину оставили и идем просто вот по супер-мега-грязи. Ну, ладно, это не самая супер-мега-грязь, конечно, но... Самое опасное здесь, что вот где-то здесь лед скользкий. Да, можно спереднуться и упасть на это все. И еще нас впереди ждет там мини-море, по которому ехать-то страшно было. А идти и подавно. Вот. Тонировать будем средний какой-то. Я не помню, сколько процентов он сказал. 15 он сказал. Ага. Я честно скажу, я бы сделала еще бы светлее. А смысл тогда вообще какой? Мне кажется, самое то. Ой, нам нужно что-то как-то с тобой... Ну, куда едем? Да, да. Идем по парку. Тут снег как был, так и есть. Еще долго, наверное, будет. Псички поют. Псички поют. Холодно, мы без шапок в капюшонах. Плюс шесть, плюс ветер какой-то вообще выкидет. Вообще, немножко не классно. Но обратно я думаю, что все-таки я надеюсь, что твой папа нас довезет. Потому что мы сейчас и время... Ну, сейчас хорошо прогулялись, прогуляемся. Подышим воздухом, это здорово. Но второй раз уже немножко времени... Да, времени нет, работы много. Вот, и вообще, что сегодня делать, мы не знаем то, что и для вас, и для нас далее. Что это просто сюрпризы. Какие-то сюрпризы жизни. Вообще, планов нет в голове на сегодня. Да? Да, чуть идти тяжко по боку. Тяжко идти по снегу. По мокрому снегу. Мне тяжко идти с дыркой в кедах. Парк пустует, все карусели, качели и все прочие в отключке. Но осталось буквально, наверное, полтора месяца. Да-да. И все вновь. 1 апреля же? Мая. Ой, что я сказала, 1 мая? Обычно 1 мая дальше начинают врубать. Админация тоже 2 мая? Ну, нет, с 10-го, по-моему, у нас в Омске. Она как-то, не знаю, в определенный день, для тех, кто не в курсе навигации, это когда сюда начинают по рекам ходить. Вот. Ну, у нас, как бы, я, если честно, не помню. Ну, короче, около 10-15-го числа, где-то так, в мае, начнут Москвы ходить. Москва стоит 6, 45 и все прочее. А вот тут какуля, лошадиная какуля. Рассыпалась прям в геркулес такой. Это еще щадящий режим запачканных кед, мне кажется. Такой. Да. Но у меня, на самом деле, внутри вот эта левая, которая с дыркой, она внутри вся мокрая. Вся что? Вся нога. Пусть будет вся нога. Хотя я говорил про кеды. Все, мы забрали машину, тачка. Отсюда, отсюда и не кажется, что вообще. Да, да, реально. Почти что нет. Ну, видно, видно. Вот эти вот два стекла. Ну, клево изнутри. Классно, что все видно, прям. Она, это средняя тонировка. Мы, мы не хотели какую-то сильную, потому что реально, когда ты сидишь, и машина сильно затонирована, и смотришь в заднее зеркало, кажется слишком темно и ничего не видно. Особенно вечером. Вот вечером едешь. Ну, понятно, что, наверное, привыкаешь, но нет. Привыкаешь, если люди все добросовестные и включают ближний свет днем, потому что не все еще в Омске вот так вот, если вот едут без света. Да. А как вот его вечером? Его вечером не увидишь, тем более через тренировку. Фиг вообще увидеть. Вот. Ну, короче, ладно, все, забрали тачку, это хорошо, это большое дело сделали. Две с половиной тысячи рублей. Долго думали. Да. Я сейчас не думала, что будет в два раза дороже. Ну, как-то я рассчитывала. Еще мы хотели, чтобы в изоляцию, но... Ну, уже нет, уже не в этом городе, так скажем. Не в этом городе. Ааа, спойлер. Ладно, друзья, едем домой работать. Арбайден. Сегодня вообще, ребят, прям очень даже немало работы. Вот я сижу, пахиваю в поте лица. Ну, так. Образно, конечно же. Алиска в это время сделала офигенский сок и свои фирменные печенюги. Пойдемте-ка посмотрим. Папа-папа-пам! Я с вами с тобой разговариваю. Ты со мной? Что таким не замачивать? Присохли? Много. Ну, они такие, как не печенье получается уже. Более мягкие? Ммм, все равно крутота. Крутота, крутотенечка. Вы только загляните, ребята. Ты даже смотри. Кто-то сфокусировался на одном. Да-да-да, сейчас я покажу. Ребята, это вообще очень вкусно и очень классно. И... Цвет, конечно, не пейс. Рассказывай. Рассказывай. Здесь где-то, наверное, половина апельсина. Да, где-то так. Апельсиновый сок свежевыжатого, без всяких перепонок всего. Сегодня пробуем. Половина банана. Ну, в смысле, пропорции. То есть, здесь один банан, два апельсина и мята. Мятый веточек, наверное, семь листиков. Листиков. Листиков, да. Приятного сокопития. Вообще, конечно, как бы, это у нас сейчас шесть часов, а это у нас не ужин, это у нас опоздалый полдник. Полдничаем немножечки и пойдем обратно работать. Очень волосатые кресла, не буду в них вставиться. Сяду сюда. Лучше ты, наверное, садись. Ну, он что-то далеко от тарелки сел. Да. Рабочий день закончился. У меня тут рабочий беспорядок вместе с укулелем. Юкулель? Юкуле... Укулелю. Укулелю? Нет. Я не помню. Укулеля. Наверное. Короче, мы сейчас едем с Куратов. С Меймерлики. Не удивляйтесь, что мы едем с Куратов. Не удивляйтесь, что это не реклама и не удивляйтесь. Просто это единственное заведение, в которое мы можем поехать сейчас. Да, просто мы решили... Я решила. А им еще осталось совсем чуть-чуть в этом городе. Родителям еще. Родителям, да. Поэтому я решила их пригласить в такую самую офигенную кофейню у нас в городе. Это не громкие слова, нужно просто. Они там не были ни разу. Мы решили, что мы сейчас поедем всех четвером. Это да. На тонированной тачке. Кстати, мне пришлось сегодня воспользоваться йотой, потому что местный интернет меня иногда прям бесит. Друзья, мы уже пришли со Скуратова. Приехали. Хорошо. Посидели два часа. Два часа мы сидели с Алискими родителями. У всех был разный кофе абсолютно. У меня был латте с карамелью. У Алисиного папы с... С колвой. С колвой. У Алисины мамы. У мамы с орехом с весной. А у тебя было с медом. А у меня мед и корица. Мед и корица. Мед и корица мне не очень, потому что я не люблю запах меда. Не очень люблю. Если честно. Леша пишет, микроволновка, огонек. Какая микроволновка? Ну, Леша, кому микроволновку продали. А-а-а. Алиска просто переписывается с одногруппниками, чат свой. Вот. И мы одному... Ну, Лешу, помните? Лешу. Ну, вы помните, кто смотрел выпуски, где, типа, чувак катается с горки на стуле? Это был Леша. Мы ему микроволновку свою продали. Вот. Короче, ладно. Мы сейчас не об этом. О том, что в Скуратове посидели. Здорово было. Два часа, опять же, повторюсь. Просто сидели, болтали как раз про всяческие там... Переезды на машинах и все прочее. И папа свои баки расходил. Да-да-да. У Алиски просто папа машины гонял. Очень часто. С Германией там. С Германией два раза. Ну и в основном все машины, которые у него были, они были куплены либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Потому что в Сибири машины дорогие. Ну да. Так выходит. Да. Намного дорого. Ну, короче, это... Здорово посидели. Сейчас сидим. Алиска вот там смотрит в Новосибирь. Опять мы план составляем, что посетить. Очень много мест, которые... Все выписываю. Да. Которые мы не посетили в прошлый раз. Так что в этот раз обязательно посетим. Я сижу, дорабатываю немножечко. Чуваки, я решил поотвечать на вопросы. Их не так много в Твиттере. Вот. Можете писать побольше. Потому что вот в такие дни, когда мы особо не ходим куда-то и не делаем что-то такое интересное. И проводим вечер просто. Точнее вечер. Не вечер, а день. За работой. И за такими будничными делами, как тренировка машины. Можно просто поотвечать на ваши вопросы. Вот. Например, Захар Грачев пишет. Привет, Миша. Может, после того, как придет скейт, запишешь видео для новичков на Жарах ТВ. Да и дело в том, что я сам-то, в принципе, новичок. Поэтому максимум, что я могу записать, так это обзор этого скейта. Но я не знаю даже. Это имеет ли какой-то смысл, в принципе. Ну, если будет желание, в принципе, можно по фану взять и мне записать обзор. То есть, рассказать, какие колеса, какие подшипники и всякое такое. Покататься. Посмотреть, насколько плавный ход и всякое такое. Насколько подшипники, правда, рабочие. Ну, хорошая идея. Может быть, может быть. Написала Алина Коваленко. Лайк, вы крутые, но у меня есть один вопрос. Майк, какой у тебя Xbox 360 или One? Ну, я покажу, какой у Xbox. Xbox у нас вот такой. Я бы сказал, это Black Box. Типа черная коробка. Нет никакого Xbox. Это просто джойстик от Xbox. Но он с перемычкой на USB. Вот. Сегодня, кстати, я не играл ни во что. А вчера с удовольствием поиграл в Dying Light. Я все время хочу сказать то ли Day Light, то ли что-то в этом роде. Ладно, друзья. Пора заканчивать. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Если вы в первый раз нас видите, то обязательно подпишитесь на канал, чтобы увидеть нас во второй раз завтра. Да, каждый день вещаем. Так уж сложилась ситуация на нашем канале. Все, друзья. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Жмите большие пальцы вверх. Если каждый человек репостит себе в ВК этот влог, прикиньте какой толчок для канала будет вообще. Сколько людей придет еще. И увидит нас. И подпишется. Пока. ПОКЕНА! ПОКЕЙМЕР ПОКЕЙМЕР Субтитры подогнал «Симон»